Здравствуйте, друзья! Сегодня мы продолжаем рубрику «Общение с лошадью или язык лошадей». И я бы хотела рассказать про гимнастику для лошади. Хочу напомнить, что мы будем рады вашим комментариям. Ставьте лайки, дизлайки, пишите, что нравится, что не нравится. Делайте репосты наших видео, и мы постараемся снимать для вас больше интересных новых выпусков. Ну и, конечно же, задавайте ваши вопросы. Я постараюсь на все ответить. Гимнастика для лошади, так же как и для человека, зарядка действительно полезна. Пожалуй, ее лучше делать все-таки после тренировки или за какое-то время до. Она помогает дополнительно расслабиться и придать какую-то стимуляцию мышцам. Поэтому сейчас я покажу ряд упражнений, которые сама использую на своих лошадях, и которые действительно помогают в том числе наладить отношения с вашей лошадкой. Для упражнений, которые я покажу, нужно, чтобы лошадь была на свободе, то есть не нужно ставить ее на развязки. И вообще в идеале это лучше делать или в деннике, или на резиновом полу, чтобы лошадь не подскользнулась в случае чего. Я сегодня покажу здесь просто для того, чтобы было удобнее вам посмотреть, каким образом выполняются упражнения. Для того, чтобы сделать данное упражнение, я использую вкусняшки. Лучше всего использовать морковку, она удобная для некоторых упражнений. Вы сможете держать морковку с одного края, а лошадь будет тянуться за другим, и таким образом не причинит вам никакого вреда, и вам будет проще попросить ее что-то сделать. Для начала поработаем с шеей лошади. Я попрошу ее сделать подобие сбора, потянуться к груди, а потом расслабиться. Это все делается, буквально несколько счетов. Вот так, да, мы видим, стоим, стоим. Вот поэтому лучше, конечно, чтобы сзади у лошади было небольшое ограничение пространства, например, денник, да, это был. Тогда она не будет так сильно сдвигаться. Но даже в проходе все равно можно делать это упражнение. Вот так, отлично. То есть, допустим, раз, стоп. Мы делаем раз. Ай, нет. Я прошу ее стоять, потому что мне нужно, чтобы она именно тянулась к груди, а не шла назад. Раз. Два. Три. Четыре. Старайтесь, чтобы она держала голову ровно. Четыре. Пять. Этого достаточно. Немножечко угощаю лошадь. Да, она собралась, потянулась в затылке, напряглась немножечко в шее. Теперь я попрошу ее вытянуться вперед, чтобы она немного расслабилась. Да, тянулись вперед и вниз. За морковкой. Раз. Два. Еще можно. Можно чуть присесть аккуратно рядом с лошадью. Наклониться. Не, не, не. Вперед и вниз. Два. Допустим, опять же, да. Два. Три. Четыре. Пять. Угу. И снова повторяем. Просим лошадь собрать. Сначала, да, подобрать носик к груди. Сделать подобие сбора. Да, немножечко напрячь мышцы. Я стараюсь держать голову ровно. Морковку я подношу прямо сзади к нижней губе. Буквально пять-десять счетов. И я снова вытягиваю, прошу лошадь вытянуть шею вперед. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Молодец. Угощаю лошадь. Давай. Кусай. Хорошо. Еще одно упражнение для шеи. Для того, чтобы растянуть боковые мышцы. Я встаю спиной к лошади. И опять же, при помощи морковки, прошу ее потянуться к заднему, на данный момент правому скакательному суставу. Потом я тоже самое повторю в другую сторону. Делайте это упражнение аккуратно, так как лошадь может немного потерять равновесие. Поэтому, опять же, в несколько подходов. Когда лошадь чуть сильнее потянулась, дайте ей угощение. Да, молодец. Отлично. Вот так. Хорошо. Лошадь немножечко отдыхает. И мы снова повторяем упражнение. Давайте сделаем его в другую сторону. То же самое в другую сторону. Прошу потянуться теперь к левому скакательному суставу. Да, держу морковку за один край. Второй предлагаю ей схватить. И она, видите, действительно пытается дотянуться до морковки. И растягивает мышцы шеи. Сначала мы в одну сторону сделали, потом в другую. И буквально 2-3 подхода будет достаточно. Молодец. Мы сделали зарядку для шеи. Теперь мы перейдем к хвосту. С хвостом тоже можно делать разные упражнения. И действительно это очень важно, потому что хвост соединяется у нас с позвоночником. И когда мы работаем с хвостом, лошадь ощущает эффект даже в шее. Поэтому сейчас я покажу пару упражнений, которые можно сделать с хвостом. Естественно, когда мы их делаем, мы стоим не сзади лошади, мы стоим сбоку. Соблюдаем технику безопасности. Если ваша лошадь позволяет. Сначала подходим, гладим ее. Говорим, привет, я тут. Все в порядке. Первый раз лошадь может зажаться. Поэтому старайтесь все делать плавно, спокойно. Мы берем хвост под жесткую часть. Ближе крепится. Снизу. И первое упражнение я буду поднимать хвост наверх и опускать вниз. Так, допустим, для начала пять раз делайте, потом десять. И делайте очень плавно, очень мягко. Смотрите внимательно за реакцией лошади. Если что-то пойдет не так, сразу вот ходите, успокаивайте лошадь. Пробуйте это упражнение постепенно, чтобы не напугать лошадь, не причините дискомфорт. Итак, я попробую соединить. Кстати, я тоже делала это упражнение впервые. Поэтому я пробую поднять хвост наверх. Она позволяет это сделать. Я прям поднимаю его. И плавно опускаю обратно. Потом можно сделать небольшую задержку сверху, да? Но не очень долго опять же. Допустим, два, три, четыре, пять. Опа, опускаю обратно. Для нее это первый раз, когда она делает данное упражнение. Поэтому, да, немножечко для нее это необычно. Повторю еще раз, попробую. Не буду слишком сильно поднимать, раз она немного переживает, что я там кручу ее хвостом. Вот так. И при этом у нас работает позвоночник, она чувствует там тоже натяжение какое-то. Так что это хорошо для всей спины и даже для шеи. И второе упражнение для хвоста. Я точно так же беру снизу. Там, где у нас жесткая часть. И делаю круговые движения хвостом в одну сторону, допустим, пять-десять раз. И в другую сторону. По кругу. Также аккуратно стою сбоку. Вращаю сначала налево. Два. Это упражнение еще поможет вам подкачать мышцы рук. Потому что не так-то легко на самом деле крутить лошадиный хвост. Он тоже довольно тяжелый. Вот я покрутила в одну сторону. И вращаю в другую сторону. Вот так. Молодец. Можно похвалить лошадь, погладить. И перейдем к упражнениям для спины. Для того, чтобы лошадка потянулась у нас в спине, в принципе, все предыдущие упражнения не тоже в том числе задействовали спину. Но чтобы еще больше, да, растянуть мышцы именно спины, мы можем сделать, попросить лошадь сделать поклон. Опять же, это правда лучше делать на резине или где-то где мягкий пол, например, в деннике. Но я аккуратно попробую сделать это здесь. Что я делаю? Беру, опять же, за краешек морковки одной рукой и приманиваю лошадку вниз. Я прошу ее опустить голову. Потом я опускаюсь рядом с ней. Я сама оказываюсь сбоку. И дальше я увожу руку между передних ног, а ее прошу... Молодец! Вот так! Браво! Молодец! Отлично! То есть я убрала руку между передних ног и попросила ее последовать за моей рукой и опустить голову, да, прям просунуть ее вниз под себя. И получается, она округлилась в спине, она еще шею при этом потянула, да. И вот это было такое хорошее очень гимнастическое упражнение, да, мое хорошее, да. Которое, опять же, мы не делаем очень долго. Следим за тем, чтобы лошадь не потеряла равновесие. Все очень плавно, аккуратно. Повторим упражнение еще разочек. Так. Блюш. Да, я приманиваю морковкой. Прошу опустить ее головку вниз и убрать ее между передних ног. И вот она округлась. Опа! Ага, чуть сейчас она идет равновесие. Я повторю еще раз то, о чем я и говорила. Попробуем еще разочек. Она встала, надеюсь, поустойчивее. Ай, браво! Ой, хорошо! Молодец! Стараемся по возможности, конечно, держать голову по одной прямой с позвоночником с шеей. Не уводить сильно вправо-влево, чтобы, опять же, и равновесие сохранилось, и равномерно растягивались мышцы спины. Мы поработали со спиной, с шеей, и лошадь уже достаточно размялась, и мы можем сделать еще упражнения для ног. Эти упражнения можно делать и с передними ногами, и с задними, но с задними ногами нужно быть очень аккуратным, и лучше оставить это дело специалистам, опытным тренером, билейтером и так далее. Что я делаю? Я прошу лошадку дать мне ногу. Беру сначала за запястный сустав. Нет, нет. И прошу ее вытянуть ногу вперед. Я прям тяну ногу на себя. Сначала я беру ногу в согнутом состоянии, да, копыта у меня смотрит вниз. Нет, нет, мне надо что-то сюда тянуло. Вот. Да? Чуть-чуть подержала, плавно отпустила. Перейду ко второй ноге, сделаю вторую ногу, потом вернусь еще раз к той ноге. Да? Лучше все-таки не увлекаться, а делать подходами поочередно. Точно так же вот прошу дать мне ногу, тяну ее немножечко на себя и расслабляю. После того, как я брала согнутую ногу, можно также вытягивать прямую ногу. Беру ее, также стою спереди, беру за запястный сустав, затем беру запутанный сустав и выпрямляю ногу, тяну на себя. Немножечко держу, сколько позволяет лошадь, пять, десять, пятнадцать секунд. Да? Прям вот так вот подтягиваю немножко на себя и аккуратно отпускаю. Не резко бросаю, чтобы она прям упала на землю нога, нет. Я плавно отпускаю, чтобы лошадь взяла и поставила спокойно ногу. Давайте сделаем то же самое с левой ногой. Прошу дать мне ногу. Беру за запястный сустав, потом запутывай. И вытягиваю. Вот так хорошо, да. Сейчас лошадь достаточно спокойно стоит, не пытается забрать у меня ногу, поэтому я продолжаю делать упражнения. Если лошадь начинает беспокоиться, выдирать ногу, лучше остановитесь. Опа! Немножечко увлеклась и потеряла равновесие, да. Нужно быть аккуратным. Если вы чувствуете, что лошадь теряет равновесие, беспокоится, выдирает ногу, сделайте паузу и просто потом повторите еще раз упражнения. Да, может быть, чуть просто меньше по времени, например, его делаете. Вот сейчас она стоит явно в раскорячку, поэтому поставьте лошадь так, чтобы она стояла удобно, а после этого переходите к упражнению. Попробуем еще разочек. Снова вытягиваю ногу. Чуть-чуть держу, пять секундочек, и отпускаю. Молодец! Отлично! Такие упражнения вы можете делать с каждой лошадкой, если только, да, она все-таки достаточно спокойная по характеру, и вы достаточно давно ее знаете. Пробуйте. Если что-то не получается, просто пробуйте постепенно, по чуть-чуть. Лошадь к этому привыкнет, и на самом деле они с удовольствием работают, тем более, когда им предлагают вкусняшки, морковку и так далее. Я желаю вам успехов. Рассказывайте, как ваши результаты, получаются, не получаются. Задавайте ваши вопросы, ну и пока-пока!